МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Мы снова продолжаем наш цикл передач «Ветер радости». И с нами сегодня доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор и настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в югках Выборгской епархии, протеерий Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Божье благословение да пребудет со всеми вами! Аминь! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Сознание Бога и сознание человека. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, тема звучит очень необычно. Расскажите нам, почему вы решили именно так ее сформулировать? Ну, я думаю, что наша задача сегодняшней передачи «Ветра радости», которая у нас уходит в последний четверг каждого месяца, помочь людям правильно поставить навигатор своей души, «Чтобы ветер радости Господь наполнил паруса души человека». И, конечно, у каждого человека бывают измененные состояния сознания. И вот для того, чтобы понять, что такое измененное состояние сознания, надо понять, что такое ясное сознание. Собственно говоря, свят один Господь. Ясное состояние сознания – это состояние святости. Свят один Господь по своей природе. А православный человек становится святым, принимая таинство святого крещения. И жизнь – это время между святым крещением и отпеванием человека. И вот в этот промежуток эта святость постоянно теряется. И по мере потери святости возникают измененные состояния сознания. Святые отцы говорили, что мысли человека бывают внутренние, собственно, человеческие, и внешние, приходящие извне. А внешние бывают трех видов – от Бога, от лукавого и от других людей. И вот внутренние и внешние мысли в сознании человека возникают одновременно. То есть головной мозг – это и приемник, и передатчик. Это рация, которая работает в режиме приема и в режиме передачи. И вот если человек поддерживает состояние внутренней святости, то он получает внешние мысли от Бога. А если он этого не поддерживает, то эти мысли приходят от лукавого. И нередко происходит такое состояние, что человек начинает слышать то, что не говорят другие люди. Вот мы все сталкивались с такой ситуацией, когда кто-то нам говорил, «Но я же сам слышал, ты это говорил, а я, например, точно знаю, что я этого говорить не мог». Но человек, который слышал то, что я говорил, не врет, он говорит правду. То есть вот эти мысли от лукавого, которые в него вошли, он воспринимал как речь того, с кем он разговаривает. И это называется измененное состояние сознания. То, о чем говорил Христос. «Глаза будете иметь и не увидите, уши будете иметь и не услышите». То есть увидите и услышите не то, что есть, а то, что внушил вам сатана. Вот этому современные люди малое придают значение. Мы не должны бояться внешних мыслей. Господь сказал нам, что ничто, входящее в человека, его не оскверняет. Но то, что исходит от человека, его оскверняет. То есть, если мы не имеем святости, у нас не хватает духовного иммунитета, то это мысли проникают в нас, и при помощи диалогов создается концепция грехопадения человека. Сам человек говорит, да, это, конечно, плохо, это нарушение Божьей заповеди, с одной стороны. Но с другой стороны, это очень хорошо. Состояние измененного состояния сознания – это то, о чем говорил Федор Михайлович Достоевский. Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещаются. Надо сузить душу до одного Бога. Вот мы можем представить широкий, но не глубокий водоем. Например, наш финский залив в районе Дамбы. И когда-то его называли Маркизовой лужей. Может быть, немногие люди понимают, почему именно Маркизова лужа. Но когда начинаются сильные ветра, то цвет воды в заливе становится коричневый, бурый, глиняный цвет. Потому что небольшие глубины и волна перемешивают всю бузу, все донные осложнения, и она взбаламучивается. Вот это есть состояние измененного сознания. Когда в душе и Бог, и сатана. Когда она широкая душа. А когда душа сужается до одного Бога, то она превращается в океан. А когда над океаном идет даже самый сильный шторм, то вода в океане прозрачная. Потому что никакие волны не достигают океанского дна. И подводная лодка может занырнуть в океанские глубины, и там будет тишина и покой. И вот когда душа человека становится глубокой, когда в ней живет один Господь, то все ураганы, мысли, которые проносятся в наших эмоциях, не затрагивают душу. Потому что мы свято понимаем слова Спасителя. Ничто, входящее в человека, его не оскверняет. Человек говорит «Господи, помилуй», и все это от него отступает. То есть состояние святости – это состояние прозрачности души и духа человека. Это способность распознавания добра и зла. Вот, собственно говоря, этой теме мы посвятим сегодняшнюю передачу и попытаемся в меру временных возможностей разобрать эту действительно очень важную для людей проблему, потому что она имеет практическое значение. Батюшка, ну позвольте, я вас перебью. У нас звонок есть на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните. Здравствуйте, Батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Любовь, я из Абхазии. У меня к вам два вопроса. Первый – каково должно быть истинное покаяние? А второй – как должно укорять себя при добрых делах? Спасибо, Господи. Спасибо большое за вопрос. Дорогая Любовь, вот, знаете, вы вопросы, конечно, задали очень важные, очень важные, но все-таки нам очень важно, чтобы все это было вписано в рамках той темы – измененного состояния сознания. Вот, если вы хотите, то покаяние, оно может происходить только при ясном и прозрачном состоянии сознания. А ясное прозрачное состояние сознания возможно только при состоянии святости, восстановлении образа и подобия Божьего, которое потерял первочек Адам, когда нарушил Божью заповедь не вкушать плодов от древа познания добра и зла. В нашей земной жизни покаяние восстановляется через Новый Завет, потому что все религии, которые существовали до Христа, это были лестницы, которые люди пытались построить в небо, к Богу. А Новый Завет – это лестница, которую Господь спустил людям. И Новый Завет – это есть причастие. Новый Завет – это причастие святых христовых тайн, которые восстанавливают образ и подобие Божие. То есть Новый Завет – это и есть причастие. Господь трижды произносит слово «Новый Завет» у трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки. И каждый раз в контексте «се есть тело моя, се есть кровь моя нового Завета». Вообще понятие «Новый Завет» Христом не произносится вне принятия тела крови Христа. Истинное покаяние невозможно без причастия. То есть когда у человека погас костер души, он никогда не сможет увидеть темные пятна своей души. И для того, чтобы их увидеть, надо, чтобы появился источник внутреннего света. Покаяние – это восстановление состояния святости, в котором мы видим темные места своей души. Вот поэтому, конечно, в этом контексте я бы сказал, что покаяние невозможно при логическом только осмыслении греха. Логическое осмысление, оно может помочь этому покаянию, но может чем-то и помешать. Потому что человек, изучая грехи, он все их найдет у себя, как студент медицинского института, который изучает учебник психиатрии и ставит себе все диагнозы. И акцентуации личности, и психопатию, и невроз, и маниакальный депрессивный психоз, и шизофрению, и все виды прочитанных болезней, которых у человека нет на самом деле. Да, они могут развиться, потому что видение греха – это видение главного звена греха. Поэтому Господь от нас грехи скрыл по своей милости и по нашей немощи. Если бы мы видели свои грехи, мы вошли бы в глубокое уныние. А мы их не видим, и они открываются нам только при получении благодати. То есть всегда приходит исцеляющая благодать, которая помогает нам переносить тяжесть видения своих грехов. И, конечно, добрые дела, как их можно определять? Вы знаете, вот если дело, которое вы делаете, оно приближает вас и другого человека к Богу, то это доброе дело. А если вы делаете доброе дело, но сами удаляетесь от Бога, и другой человек удаляется, то это получается благими намерениями вымощена дорога в ад. В этом смысле, конечно, доброе дело вы тоже сможете понять только через причастие. Вообще, Новый Завет и жизнь православного человека – это непрестанное причащение святых христовых тайн, принятие тела крови Христа. Ну, конечно, чистота может быть разное причастие, но, согласно Моисеевой заповеди, шесть дней работы, седьмое, дай Богу, раз в неделю – это просто необходимо. А если у человека сильно потерян образ и подобие Божие, то надо причащаться буквально каждый день до их восстановления. А когда это восстановится, возможно, чистоту можно будет и уменьшить. То есть причащаться надо так часто, чтобы все время находиться в образе и подобии Божьем, чтобы состояние святости было в душе человека, состояние прозрачности, чтобы была возможность различать добро и зло, чтобы навигатор души все время был направлен курсом на Царствие Небесное. И тогда ветер радости Господь наполняет паруса вашей души. Вот, иначе говоря, критерий правильной нашей дороги – это радость о Господе. Мы живем, как у Христа за пазухой. Когда восстанавливается образ и подобие Божия в человеке, то восстанавливается видение райского сада, восстанавливается состояние любви к себе, к ближнему и к Богу. И когда мы выполняем главную Божью заповедь – возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всею крепостью своей и всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя, тогда восстанавливается наше курсовое движение. То есть в духовной жизни главное – это состояние святости. Святость – это стремление к Богу, это восстанавливание того образа и подобия Божия через церковные таинства. Таинство исповеди и таинство святого причастия. Можно так сказать, что само по себе таинство святого причастия, в него тоже включено таинство исповеди. Особенно в таких в текущих грехах, незначительных. Но когда выплывают тяжелые грехи какие-то, которые беспокоят человека, надо обязательно углубленная исповедь. Но для того, чтобы найти темные места в подвале, надо иметь источник света. То есть для того, чтобы реально увидеть свои грехи, милостью Божией, надо сначала осветить свою душу, разжечь костер своей души через таинство причастия. Если угодно, сначала причастие, потом видение грехов. Но бывают такие случаи, как вдруг у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. Опять же, если Господь пробудил совесть человека и какие-то грехи его преследуют, тогда, конечно, в первую очередь надо исповедоваться. То есть исповедь, она не должна быть формальной. Она не должна превращаться в билетное причастие. Вот когда человек не чувствует каких-то особых грехов, то во многих храмах его просто благословляет священник на причастие. А исповедует в тех случаях, когда человек чувствует такую необходимость. Спасибо, батюшка. Отец Григорий, у нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот со мной часто случается, я не говорю эти слова, а мне их приписывают, главное, тут же, в этом же разговоре, да ты же сказала мне. А потом еще бывает и сплетни насчет этого идут. Ну, вот я, например, со свахой своей так поругалась, потому что я этих слов не говорила, она мне приписала. Что делать в таких случаях? Вы знаете, вот тот вопрос, который вы задали, это прямо по теме нашей передачи. Вы знаете, в утешении я скажу вам, это бывает у всех. Это бывает у всех. Просто весь мир – это своего рода сумасшедший дом, где многие люди слышат себя. Слышат не то, что им говорят, а то, что они хотят услышать. Желаемое принимают за действительное. Потому что измененное состояние сознания. Чем мы можем помочь таким людям? Но в первую очередь, как говорил преподобный Серафим Саровский, спасать самого себя. Не надо спасать этих людей. Надо разжигать костер своей души. И спасись сам, и тысячи возле тебя спасутся, говорил преподобный Серафим Саровский. И когда вы будете причащаться, и костер вашей души разгорится ярко, то он, этот свет, подействует на этих людей. И у них будет восстанавливаться ясное сознание. И глядя на вас, они скажут, я хочу быть таким, как ты. Я вижу, ты живешь, как у Христа за пазухой. Я тоже хочу так жить. И тогда вы сможете сказать, это происходит потому, что я регулярно причащаюсь. Потому что я знаю, что когда первохристиане, первые 300 лет и потом еще почти 300 лет, почти 6 веков, причащались практически каждый день, то делали они это не просто так. У них было ясное состояние сознания. Они могли разделять свет и тьму, добро и зло. И они понимали, что не всякая мысль, которая возникает в голове человека, является продуктом его сознания. Есть мысли, приходящие от лукавого. И вот когда мы замечаем эти мысли, их не надо в себя впускать. Надо говорить, Господи, помилуй. Вот в чем такой терапевтический смысл Иисусовой молитвы? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Постоянно, читая эту молитву, человек никогда не пропустит вражеских мыслей. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, чтобы самолеты неприятеля не сели на наши аэродромы, взлетные полосы должны быть заняты нашими самолетами. Чтобы не было плохих мыслей, наше сознание, наша память должны быть заняты мыслями положительными, яркими, светлыми, образными воспоминаниями, закатами и восходами, всеми светлыми, радостными воспоминаниями. И если угодно, психологическая защита и духовная защита человека – это количество ярких, светлых, положительных воспоминаний. Потому что, когда нам будет плохо, мы сможем спрятаться в этих мыслях, как в благодати Божьей. Мы сможем, как подводная лодка, во время сильного шторма в океане опуститься ниже волнения морского. И у нас в душе всегда будет покой и благодать. Эмоции наши будут шуметь, а в душе будет благодать. Вот, собственно говоря, это та самая дорога, о которой говорил Господь. Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его. Все остальное приложится вам. Батюшка, хочу вам задать такой вопрос. Гордыня, согласно Святым Отцам, это одна из самых страшных, греховных наклонностей человека. И, наверное, это самое страшное измененное сознание человека. Гордыня ведет человека к падению в те или иные грехи. Скажите, пожалуйста, вот это состояние измененного сознания, как гордыня, является ли препятствием к причащению святых христовых тайн? Ну, отвечая на этот вопрос, я скажу сразу, что если человек не будет причащаться, то у него не будет вообще шансов избавиться от этого состояния. А относительно гордыни зайду немножко чуть-чуть, ну, издалека. Вот, если мы вспоминаем райский сад, где был Бог-Отец, то это было время веры в Бога. Адам любил Бога, любил себя и любил райский сад. И он был садовником в райском саду. И по Божьему замыслу он должен был трудиться, ухаживать за деревьями, общаться с Богом, достигнуть состояния обожения, потому что он был создан по образу и подобию Божьему. Вот это древо, познание добра и зла, оно не могло быть древом смерти. Это было древо жизни, но древом смерти оно становится, когда человек плоды своевольно пробует. А когда плоды дает Господь, то это древо превращается в древо жизни. И, по сути дела, когда Адам это потерял, то он потерял веру в Бога, доверие к Богу. То есть Бог-Отец – это вера. И после этого у людей оставалась надежда на то, что Бог пошлет Сына Своего в мир и восстановит видение райского сада у людей. Христос – это надежда. А Христос сказал, когда я уйду, то дам вам Духа Утешителя, Духа Святаго, который сошел на апостола в день Троицы Пятидесятницы, и радости вашей никто не отнимет от вас. То есть любовь – это Дух Святой. Вера, надежда и любовь – это ипостаси Святой Троицы – Отца, Сына и Святаго Духа. Если угодно, гордыня – это высокие, возможно, духовные достижения, которые не приумножают Святой Дух, Дух Любви, а душа начинает наполняться измененным Духом. То есть это особая форма измененного состояния сознания, которую можно назвать как духовная прелесть. Гордыня в той или иной степени присуща каждому человеку. Если бы у нас не было гордыни, мы не могли бы учиться, мы бы не построили ни одного дома, мы бы, наверное, не построили бы красивые храмы. Но гордыня – это должна быть как бензин в машине. Проходя по дорогам жизни, бензин должен сгорать. А наоборот, может получаться, что он не сгорает, а еще и прицеп с бензобаком дополнительным, с СССР, ну целую, набирают бензина. Гордыня – это как спутник, который выходит на орбиту. Сгорает первое колено, второе и третье. Грехи – это таланты без духа любви. Несомненно, конечно, с гордыней невозможно расстаться без постоянного причастия, но также невозможно расстаться без именно обращения самого причащающегося перед причастием ко Христу с просьбой эту гордыню переплавить в целеустремленность, в любовь, именно в то состояние, которым сказал Господь. «Ищите прежде Царство и Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». И человек это ищет, и любовь уходит, и он начинает искать больше земной славы, земной власти, как в сказке о золотой рыбке «Старуха», которая захочела стать владычицей морской. То есть, по сути дела, это духовное состояние, когда сбивается навигатор души, и от этого возникают очень большие проблемы. Я думаю, что ни один грех, в том числе такой грех, выдающийся как гордыня, он никуда не денется. Но гордыня тоже, они на пустом месте возрастают. Ведь все грехи вырастают от какого-то корня. Ну, например, пьянство приводит к блуду, блуд к серебролюбию, серебролюбие к унынию, а уныние к гордыне. И мы не можем преодолеть гордыню, пока ниже стоящий грех не преодолеем. То есть, вот здесь нужно понимать, что не всегда в лоб мы можем этот грех преодолеть. Надо искать корень. Иначе, если мы пьянство срубим, возможно, срубится гордыня. И тогда корнем станет серебролюбие. Надо его срубать. Потом надо с унынием как-то преодолеть уныние. Вот. И, может быть, блудные состояния. Это все как бы корневая система, которая питает гордыню. Почему гордыня является тяжелейшим грехом? Гордыня – это вершина айсберга. Вершина огромного страшного айсберга, который становится очевидным. А вот эта подземная часть этого айсберга, которая 9 десятых, она незаметна. И без причастия, без Бога невозможно эти грехи превратить в таланты. Спасибо, Господи, батюшка. Отец Григорий, у нас звонок на линии. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните. Добрый вечер. Меня Евгений Белгород. Да-да, мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Вопрос такой. Христос не как Бог, а как человек. Он знал и понимал, что после распятия он воскреснет. Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что Христос, Он был Бога-человеком. И, несомненно, Он был Богом во всей полноте этого понимания. Но Он также был человеком во всей полноте понимания человека. Он испытывал голод, Он испытывал боль, Он испытывал страдания. И Он понимал, что прежде чем Он воскреснет, Ему предстоит принять смерть на кресте. И, конечно, Он шел на этот крест, взяв на себя все грехи мира. И вы представляете, вот даже Он был настолько сильно избит, что у Него было несколько десятков смертельных ранений. Потому что Понтий Пилат, когда приказал Его пытать, Он дал воинам задачу убить Его во время пыток, чтобы облегчить Ему мученическую смерть на кресте. Он хотел Ему помочь таким образом. И Ему действительно унесли много смертельных ранений, но убить Его не смогли. Вот по результатам изучения Туринской плащаницы порядка 260 было смертельных ранений. И вот Он, убитый многократно, будучи физическим мертвецом, шел на крест. При этом это мог сделать только Бог. Но вся боль всего мира была в этот момент в нем. И представляете, что Он испытал на кресте, как Бог, когда как Чек воскликнул, Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня? Он, видимо, увидел эту разверстую азскую бездну и сатану с воинством, которые ликовали и ожидали Его там, надеясь на то, что они Его там удержат. Но Он разрушил державу смерти. Смерть не смогла Его удержать. И все бесы оказались связанными. И Он воскрес из мертвых. Поэтому, если кто-то думает, что так как Он был Бог, то это умаляет Его подвиг, потому что Он знал, что все равно Ему ничего не будет. Нет. Он всю боль чувствовал, как человек. Вот именно Бога-человек. И это говорит нам о том, что человеческое тело способно вместить Бога. То есть каждый человек способен вместить Бога. Может быть, это для людей покажется немножко странным, как это тело человека вместит Бога. Но ведь нам не кажется странным, когда тело человека вмещает сатану или беса. То есть с бесом как бы нет сомнений. Да, беса можно легко вместить. Вот, говорит, наверное, во мне живет бес. Говорят многие. Бес – это тоже дух. И, в принципе, если человек может вместить беса, то он может, а он может легион бесов вместить человек в принципе, то он может вместить Бога. И вот в этом отношении, конечно, это не умаляет подвиг Христа, то, что он был Богом, а наоборот подчеркивает. Потому что он мог добровольно от этого отказаться. Но тогда бы надежда, которая была во всем мире на восстановление бессмертия человека, дороги в рай, никогда бы не реализовалась. – Спасибо, Господи, Батюшка. Ну, невозможно говорить о измененных состояниях сознания и не затронуть тему тех или иных веществ, которые изменяют сознание человека. И, Батюшка, многие языческие религии применяют те или иные наркотические средства, средства опьянения для того, чтобы неким образом сблизиться с невидимым миром. Как Вы считаете, происходит ли это сближение действительно, или это самообман? – Ну, вот вообще, конечно, измененные состояния сознания для многих людей особенно понятны, наверное, для тех, кто водит транспорт. Вот когда возникают разные аварийные ситуации, то нередко человек не видит препятствия на пути. Такое бывает нередко. Не видит человека, на которого наезжает, не видит машины другой, которая идет ему навстречу. Он пребывает в некоем особом состоянии сознания. То есть он не видит глазами явное физическое препятствие. И мы знаем, какое огромное значение имеет вот в этих измененных сознаниях на транспорте алкоголь. И мы знаем, что огромное количество этих аварий, которые вследствие измененного состояния сознания, да, бывает и усталость, бывает и болезнь, бывает человек отвлекся, рассредоточился, но алкоголизм – это, ну, 90%. 90% этого измененного состояния сознания. Иначе говоря, когда человек принимает определенное количество спиртных напитков, то он реально отключает систему определения свой-чужой. Он реально прогоняет ангела-хранителя и добровольно отдает свою волю в руки лукавых демонов. И эти лукавые демоны начинают им руководить. То есть, иначе говоря, состояние алкогольного опьянения – это состояние духовной прелести. В этот момент самооценка человека вырастает беспредельно. Его гордыня вырастает беспредельно. Он начинает воображать себя кем-то великим и совершать некие действия, которые для окружающих выглядят как абсурдные, как нелепые, а ему кажется, что он вообще, ну, просто, вот, герой, вот, спасающий мир. Вот поэтому, несомненно, на каких-то веществах, на алкоголе, на наркотике мы видим, как человек добровольно изменяет свое сознание и как демоны беспредельно им руководят. Иногда родственники говорят, вот он когда трезвый, он хороший человек, но когда выпьет, как будто бы бес в него какой-то вселяется. Он сам не ведает, что творит. И человек иногда наутро тоже говорит, что я там натворил. Ему рассказывают, он говорит, неужели это был я? Как будто бы не он это делал, а кто-то, вселившийся в него. И человек даже не понимает, что это было измененное состояние сознания с полным отсутствием критической самооценки своих действий, и что бесам он добровольно открыл дверь. Иначе говоря, это добровольное открытие двери своей души для бесов. Любое измененное состояние сознания. И в этом смысле алкоголь и наркотики в первую очередь. Я не хочу сказать, что когда человек пьет небольшое количество алкоголя, то у него возникает это измененное состояние сознания. Я хочу сказать именно о том приеме алкоголя, когда человек теряет контроль над собой. То есть здесь тоже нельзя говорить, что прием любого количества алкоголя обязательно приведет к измененному состоянию сознания. Но в принципе это будет дорога в ту сторону. Но это не значит, что человек сразу же откроется бесом. Но после какой-то черты это произойдет. И у каждого человека эта черта будет разная. И только окружающие люди смогут это оценить. И он сам потом, когда выйдет из этого состояния. Спасибо, Господи, Батюшка, за ответ. У нас снова на линии звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните? Здравствуйте. Я Татьяна Светловской области. И у меня вопрос такой. Отец Григорий. У меня дочь больна с 2011 года в психической болезни. Я знаю, что надо причащаться. Почаще, чтобы было улучшение на душе. Но она считает, что она не заслужила и боится туда идти. Спасибо большое. Я понимаю. Здесь, да. Здесь, знаете, вот надо все-таки как-то объяснить священнику, поговорить с ним. Потому что к больным людям для причастия проявляется крайняя экономия. Крайне мягкий подход. 121 правило 6-го Вселенского собора говорит. Проявляй к страждущему сострадание. Дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. То есть, во-первых, надо ей медикаментозное лечение. Во-вторых, такого человека следует причащать без подготовки. Без подготовки. То есть, она принимает медикаменты. Вот просто, чтобы она приходила в начале, хотя бы к конце службы, к самому причастию. И, несомненно, ей сейчас покаяние абсолютно надо исключить. Потому что бесы сразу же будут включать бредовые интерпретации. Потому что человек будет чувствовать такие грехи, которых в нем нет. Поэтому, вот в данном случае, такого психически больного человека, который чувствует себя недостойным причастия, надо перестать, вот, просить его причаться без исповеди, чтобы разжечь костер души для начала. Потому что любая исповедь в данном случае, в данном конкретном случае, может очень сильно повредить. И надо человеку объяснить, что причастие – это исцеление грешников. Вот когда человек чувствует себя грешником, то надо, наоборот, чаще причащаться. Важно, чтобы Господь стучал в сердце. То есть, нельзя насильно причащать, но объяснять, уговаривать. Возможно, поговорить с батюшкой, чтобы батюшка пришел на дом, поговорил. Будет очень важно, чтобы вот этот контакт установился. И, может быть, вначале на дому ее даже стать причащать. А когда немножко костер у него разгорится душей, тогда пригласить в храм. Поэтому обязательно следует сочетать медикаментозное лечение с причастием. Иногда некоторые православные люди, когда сталкиваются с психическими заболеваниями и попадают в психбольницы, там их выводят из острого состояния медикаментами, и потом дают медикаменты для поддерживающего лечения дома. И человеку становится лучше, и он не принимает эти таблетки. И совершать тем самым большую ошибку, через какое-то время это все возвращается. Вот что такое психическое заболевание? Это вот когда в проводах пробита изоляция, и провода искрят. А медикаменты – это изолента, которой завязываются пробитые участки. Конечно, лучше без изоленты, но иногда не обойтись. И психическое заболевание – это тоже дорога человека к Богу. Наоборот, иногда болезнь удерживает человека от очень многих злых поступков. У него просто нету достаточных сил, чтобы совершать злые поступки. Поэтому Бога надо благодарить за все. А в данном случае к дочери надо найти подход. Поговорив предварительно с батюшкой, это должен священник, конечно, сделать. Вот так, чтобы он проявил к ней мягкий, такой теплый, добрый подход. И тогда душа ее откроется, она станет причащаться. И на фоне причастия улучшится психическое состояние. И тогда, возможно, будет под контролем лечащего врача уменьшать дозу медикаментов, которые человек принимает вне больницы. Спасибо, Господи, батюшка. Отец Григорий, мы сейчас говорим об отрицательных сторонах такого явления, как измененное сознание. Но во многих восточных религиях есть такое понятие, как просветленный человек. Вот скажите, пожалуйста, в рамках православной нашей традиции можем ли мы говорить о некоем просветлении? Ну, можем ли мы говорить, что человек неправославный может открыть свою душу Богу? Может ли Бог проявиться в душе неправославного человека? Несомненно, Бог может проявиться там, где ему угодно. Мы знаем немало примеров из Ветхого Завета, когда у язычников Господь проявлялся. Мы знаем, например, когда апостол Петр приходит, который был в доме Симона Кожевника, пришел к римскому сотнику, и которому ангел сказал позвать Петра. То есть он был не крещен, и к нему пришел ангел Господень и сказал позови человека по имени Петр. Это в дьяниях апостолов, которые в доме Симона Кожевника. И он скажет, как тебе спастись? И когда Петр стал им говорить, придя к нему домой, ему его сродникам, слово о Христе, то в этот момент на язычников сошла благодать Святаго Духа. И Петр воскликнул, кто мешает креститься тем, на кого и так уже сошла благодать Святаго Духа. То есть если сошла благодать Святаго Духа, Духа Любви, они были в просветленном состоянии сознания. И уже после этого крестились. Поэтому, конечно, здесь вот именно в этих практиках такое возможно. Но возможно и то, что бесы под видом ангелов сойдут. И, по крайней мере, на той практике, с которой мы постоянно сталкиваемся в нашем реальном мире, как правило, все-таки это явление демонических сил. Но при этом я бы не хотел, чтобы с водой выплескивали ребенка. И чтобы мы ограничивали Бога в местах проявления. Поэтому не надо забывать, что Бог, Он для всех народов. Это не значит, что все религии одинаковы. Вовсе нет. Православие – это религия, когда лестница была спущена с неба. Но когда люди пытаются строить лестницу в небо, это их дело. Потому что они не знают, возможно, об этой лестнице, не понимают этого. Они не чувствуют ветра радости, который наполняет их душу от православия. Вот. Поэтому все может быть, и только индивидуально можно ответить на этот вопрос. Я бы не стал вот так вот, ну, однозначно говорить. Но если люди для измененных духовных, для просветления принимают наркотики или какие-то психоактивные вещества, это, с моей точки зрения, однозначное бесовство. Однозначное. То есть это однозначный выход на контакты с невидимыми силами зла. А как мы видим, во многих языческих религиях это была, ну, основа вообще выхода. Вот. Ну, а где-то в каких-то буддийских монастырях, вследствие такой духовной молитвы созерцательной, когда человек входил в состояние ясного видения, ну, что, ну, наверное, такое возможно. Я могу такое представить. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, надо видеть конкретных людей. Поэтому нельзя огульно вот говорить, это добро или это зло. Это дело Божье. Солнце всходит над добрыми и над злыми. Дождь проливается. Наша главная задача помнить, что наш самый главный грех – это осуждение друг друга и отсутствие духа любви. В годину смуты и разврата не осудите, братья-брата. И мы должны постоянно помнить слова Василия Великого. Клевета – это правда без любви. Поэтому всякий из нас, говоря о брате своем, не имея достаточного духа любви к нему, является клеветником. Даже если с нашей точки зрения мы сообщаем правильные вещи. То есть можно сказать, что всякий раз, когда у нас не хватает духа любви, мы все равно находимся в измененном состоянии сознания. И мы видим карикатурную картину человека. А Господь, который в ясном сознании пребывает, Он всегда видит подлинный облик человека. И нам, когда человек пропащим, а Господь знает, что этого человека ждет великое будущее и ждет его Царствие Небесное. Вот поэтому никогда никого не следует осуждать. Потому что не судите, да не судимы будете. И остави нам, Господи, долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Вот почему иногда люди причащаются и не чувствуют встречи со Христом. Ну, во-первых, Игнатий Бринчанинов говорил, что редко причащаются, да чаще причащаться для этого. Во-вторых, мы приходим причащаться в духе осуждения, осуждая кого-то из ближних. А священник, давая нам тело крови, говорит, во оставление грехов и в жизнь вечную. А грехи могут уйти только, как мы просим тех, кто нас обидел. А мы не можем этих людей простить. И мы не просим Бога о том, чтобы Он нам дал благодать прощения. Следует говорить, Господи, дай благодать прощения тех, кто обидел нас. Святые отцы всегда радовались, когда их кто-то обижал. И Господи, мы их простили. И Ты нам прости наши прегрешения. Всегда, когда есть люди, которые нас несправедливо обидели, есть некие наши грехи, которые уйдут, если мы просим этих людей. Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы последний звонок на сегодня примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните. Здравствуйте, Андрей. Город Екатеринбург. Здравствуйте, отцы. Отец Григорий, хотел спросить вопрос. В наше время очень тяжело готовиться к молитве, молиться и готовиться к причастию. Бытовые вопросы, служебные вопросы. Как настроить себя, где черпать силы, где взять их, и как объяснить или помочь своим домочадцам в этом плане. Спасибо. Да, я понял Ваш вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, он перекликается с темой нашей сегодняшней передачи, потому что я сказал, что надо причащаться как можно чаще, чтобы не было измененных состояний сознания, были ясные состояния. Но человек говорит, что современные причастные правила и современные требования, поста, покаянного канона, молитвенного правила, они иногда занимают большое количество времени, и люди не имеют такой возможности физической, вследствие своей реальной жизни, чтобы все это выполнить. Я хочу сказать, что все это молитвенное правило появлялось по мере того, как люди все реже и реже причащались. Когда первохристиане причащались каждый день, то никаких таких особых правил у них не было, и никаких не было особых постов, кроме постов, регламентированных в Святой Соборной и Апостольской Церкви. И всегда были две дороги – экономия, мягкий путь, о котором я уже говорил. Младенцев кормят жидкой пищей, говорил апостол Павел, а когда вырастут – твердый. Вот младенцы во Христе – это были все люди, которые шли дорогой экономии, и к ним не предъявлялись никакие особые правила, кроме тех правил, которые они могли реально понести. А кривия принималась к духовным аспетам, к монахам, и, конечно, дорога кривии тоже крайне необходима. Но где-то начиная с XIV века вот эта кривия стала проникать в жизнь православия. И в XVIII веке, когда царь Петр менял устройство государства, и церковь ему не подчинялась, и он как-то хотел ослабить влияние церкви на мир, он принял указ о недопустимости отношения к причастию, как к аптекарскому снадобью. И взяли-то были жесткие правила, жестких аскетических монастырей XVIII века и перенесены на мир. Вот то правило, которое мы сегодня нам предписывают, отчасти это то самое правило. И люди стали причащаться все реже и реже. И к началу XX века многие люди стали причащаться раз в году. Потому что когда человек причащался раз в году, он получал справку от священника, ему давались налоговые льготы по подокодным налогам вследствие указа Синода. И вот, по сути дела, конечно, здесь нужно просить священника индивидуально с ним говорить, чтобы когда есть возможность правила выполнять, их выполнять. Правила хорошие, благочестивые, но они никогда не были обязательными. Сегодня они иногда возводятся в обязательный ранг. Здесь в данном случае надо находить контакт лично со священником. Поэтому, наверное, в каких-то храмах будет жесткий подход. Вот это правильно и понятно. А в каких-то мягкий подход. Вот, например, в нашем храме в Юках мы каждому человеку индивидуальный подход применяем по мере немощи, болезней. Но у меня храм вообще наполнен больными людьми, в том числе психически больными. Поэтому я, будучи и врачом, и понимая их состояние, имею возможность проявлять к ним крайнюю экономию. Ведь врач, когда священник причащает больного в больнице, то там никаких правил не требуется, особенно в реанимации умирающих людей. Вот поэтому надо многим батюшкам подумать об этом, что все-таки подходить к людям как больным, как немощным. А когда человек окрепнет, тогда можно больше ему возлагать на него. Но очень плохо, что иногда вот эти правила, которые хорошие и благочестивые, становятся непреодолимой стеной, которая загораживает человека от Бога. Эти правила должны помочь привлечься к Богу. А тут такой забор строится, что человеку через него порой не перебраться. И люди не могут часто причащаться. К тому же иногда говорят о том, что ты что, святой, что ли, чтобы причащаться часто? Прямо в храме такое можно услышать. Но нужно помнить, что все-таки причастие – это исцеление грешников, а не награда праведников. Вот у нас иногда это стало превращаться в награду праведников. И вот именно Новый Завет – это религия причастия. А Ветхий Завет – это религия закона. То есть все-таки Ветхий Завет все время пролезает в Новый Завет. Язвические какие-то корни пролезают и Ветхий Завет. И вот именно Ветхозаветные подходы, когда правила становятся выше Бога, мешают иногда человеку встретиться с Богом. Поэтому стучите, просите. Вот Никодим Святогорица Макарий Каринский говорил, умоляйте священников, просите их, не уходите без причастия. И Ваша пламенная молитва растопит самое жестокое сердце священника. Спасибо, Господи, батюшка. Осталось у нас буквально несколько минут. Батюшка, прошу Вас сказать нам несколько слов на оставшийся Петров пост. Вы знаете, я очень вас прошу, помните, вот главный грех для нас, для всех осуждения. Относитесь друг к другу так, как если бы мы все жили в большом сумасшедшем доме, в котором очень много хороших людей, но у них как бы не совсем порядки с психикой. В годину смуты и разврата. Не осудите братья-брата. Вот именно относиться доброжелательно. Помните, как в операции «Ы» к людям относиться помягше, на проблемы поширше. И относитесь к себе тоже, как к не совсем здоровому человеку, и с чувством юмора. Умение посмеяться над собой, оно посрамляет бесов. Пока чувство юмора к самому себе, критическая самооценка будет у вас сохраняться, и вы будете чувствовать себя недалеким, глупым человеком, то с вами никогда не случится измененного состояния сознания. Потому что основной закон психиатрии говорит, дураки с ума не сходят. Вот почему Иван Дурак, любимый герой русских сказок. Чувствуйте себя дураком, и никогда у вас не съедет крыша. Иван Дурак не был же дураком. Помните, он в конце сказки становился царем. Вот поэтому с любовью относитесь, причащайтесь как можно чаще, просите своих священников, находите подходы к ним, находите храм, где вас будут причащать. И Господь все управит. Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание, пожалуйста. Благословит нас Господь достойно всех окончить Петров пост. И Божье благословение да пребудет со всеми вами. Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор и настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в югках Выборгской епархии, протеерей Григорий Григорьев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»